Здравствуйте! Вы на канале Зеленые Питомцы. И сегодня я хочу немножко поговорить о зимовке своих растений и как они себя ведут в не совсем комфортных для себя условиях. Уже почти прошел первый месяц зимы и, наблюдая со своими растюшками, уже могу сделать выводы, кто из них самый капризный. Потому что я своим растениям не создаю особые условия, не досвечиваю в зимнее время, не ставлю увлажнителей воздуха. И можно также сказать, кто из них, мне кажется, даже и не заметил, что сменился сезон. У меня есть совсем нетребовательные растения, которые с легкостью перенесут пару месяцев короткого света дня и понижение температуры на подоконнике. Сейчас быстренько пробегусь по некоторым растительным местам в своей квартире и заодно сделаю небольшой обзор растений. Начну с самых страдальцев. И не зря я свой ролик начала с картинки Фикус Аквилайт. Честно говоря, состояние этого парня на протяжении последнего месяца мне тревожит больше всего. Он очень сильно листопадит. Каждый день, наверное, листиков 10 он теряет, при том, что никаких вредителей на нем нет, и он стоит с южной стороны. Этот сож считается не самый капризный. У меня есть такие сорта, как Кёрли и Декантель. Они, по идее, более требовательны к освещению, но ведут себя спокойнее, чем этот. Возможно, это связано с возрастными изменениями. Он самый взрослый. Ему около 15 лет, и у него уже нету сил. Но, в общем, все Фикусы в зимнее время активнее сбрасывают старые листики. Но этот, по-моему, бьет все рекорды. Дальше покажу одно из самых любимых растенец. Это моя первая Аглаша. Видно, что ей тяжело недалеко от радиатора. Старые листики у нее желтеют. Я их пока не убираю, пусть сами отмирают. Но посмотрите, как она активно наращивает новые листики. Очень выносливое растение. Хочет жить. Ждет весны. И весной, скорее всего, буду ее омолаживать. А то к концу зимы ее стебли немного околятся, и надо будет ее переукоренять. А вот моя красотка Сильвер Бэй. Чувствует себя прекрасно. Растит новые листики. И даже задумала цвести. Вот один цветонос, и другой на подходе. Дальше покажу свою первую аспидистру. Видео о ней я снимала 4 месяца назад, когда она только приехала ко мне. Была в замученном состоянии, но за это время она выпустила 4 новых листика. И посмотрите на вот эту красоту. Она цветет посреди зимы. Вот. Цветочек еще полностью не раскрылся. Надеюсь, это в благодарность за заботу о ней. Это хлорофитум Оранж. Тоже прекрасно себя чувствует. О нем видео я снимала 3 месяца назад. За это время он вырастил 3 домашних ярких листика. Чистенькие, без повреждений. В общем, очень симпатичное растение. Вот эти все растения стоят возле южного окна, за неплотной занавеской. А на самом окне зимуют фикусы. Неплохо они себя чувствуют. Прираста сильного нету, но и листопада выраженного тоже. По нескольку листиков в неделю сбрасывают, но это не страшно. На этом подоконнике живет большинство моих сенсивиерий. Это южная сторона. Все чувствуют себя хорошо. Многие наращивают деток. Я их пересаживаю, деток отделяю, и они спокойно на это реагируют. Очень некапризные и любимые растения. Здесь где-то полтора метра от южного окна живут и писцы. Не могу сказать, что им здесь хорошо, но пока держатся. Это Silver Skies, а это Strawberry Patch. А вот у меня еще была акварельная писция, но она, к сожалению, недавно погибла. Еще здесь живет Лудизия. Я ее сравнительно недавно купила, и видно, что она хорошо укоренилась и пошла в рост. На этом подоконнике живут у меня разные растения, но больше всех меня радуют Сингониумы. Вообще неприхотливые растения, и даже в зимнее время они хорошо выпускают новые листики. Также здесь есть Хлорофитум, некоторые Традосканцы, Аспидистры Милки Уэй, Пелея и разные малыши. А вот это моя любимая лоджия, где живет большинство моих зеленых питомцев. Окна выходят на юго-западную сторону. Здесь светло, и летом еще очень жарко, потому что занавесок никаких нет. Просто стоят стеллажи, полки, на которых очень близко друг к другу размещены разные растения. Здесь живут высокорослые сенсивьерии, фикусы, традосканцы, ароидные, аглоанемы, драцены, монстеры, суккуленты и много чего другого. Хочу сразу отметить, что из этого всего хуже выглядят традосканцы и коллизии. Они вытягиваются, окрас становится бледным, и, короче говоря, все они весной будут проходить процедуру омоложения. Но есть одно растение из рода камелиновая, которое меня поражает своим равнодушием к окружающей среде. Это мурда. Вот она из того же рода, что и традосканцы, но ведет себя совсем по-другому. Видео о ней я уже тоже снимала. Стоит она на полке, где вообще не бывает солнышка. Ей все равно, какая длина света дня, как часто я ее поливаю. Она абсолютно не вытянулась, не потеряла свой окрас, даже цвела. Но цветение у нее очень невзрачное, и спокойно можно обрывать цветоносы до того, как они распустятся, чтобы растение не тратило силы на это. Вот здесь у меня стоит драцена, которая очень плохо отреагировала на зиму, что мне пришлось ей срезать верхушку и поставить ее на укоренение. Ее листья начали покрываться темными пятнами, я их оборвала. Вот такой пенечек остался, надеюсь, он даст боковые побеги, а верхушка все-таки укоренится, несмотря на не самый подходящий для этого сезон. Дальше покажу вам растения, которыми я этой зимой восхищаюсь. Это спатифилумы. Вот они дружненько стоят на полке и прекрасно себя чувствуют в прохладе без яркого освещения. Вот это обычный спатифилум, а это варикатный домино. О них я обязательно подробно расскажу в отдельном видео. Сейчас о том, как растения зимуют, и спатифилумы я отнесу к тем, которые спокойно ведут себя в это время и даже регулярно выпускают новые листики. В общем, вот такой получился быстренький обзорчик. О всех в одном видео рассказать не получится. О каждом растении еще отдельно поговорим. И, конечно же, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Всем-всем искренне желаю здоровья, благополучия, любви, уюта и тепла в каждом доме. И пусть все мечты и желания сбываются. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и за добрые слова в комментариях. Желаю всем веселых новогодних праздников.